Всем привет! Вы на игровом канале Барон Аграфона, и сегодня вас ждет очередной выпуск баронского закупа-закупа игр на Nintendo Switch. Сегодняшний выпуск будет немножко особенным, так как в конце выпуска мы с вами разыграем картридж на Nintendo Switch. Все условия конкурса и что-то картридж вы узнаете в конце ролика. А мы с вами начинаем! Сегодня мы с вами посмотрим на 5 картриджей, которые появились в моей коллекции. Расскажу где я их приобрел, расскажу некую информацию по поводу этих игр и вообще в принципе скажу зачем я их приобрел себе в коллекцию. И начать выпуск я хочу с игры Danganronpa Decadence. Это достаточно знаменитая серия видеоигр в жанре визуальная новелла, психологический триллер и детектив. Многие хвалят эту серию. Тут на картридже находятся 4 игры, основная трилогия и дополнительная игра, которая вышла буквально вместе с этим сборником. Она отличается геймплейно от основной серии, но в ней есть персонажи из всей трилогии, что сделано очень классно. Сама себе серия многим очень нравится. Я лично в ней еще не играл, к сожалению, но вот когда анонсировали картридж и особенности этой игры, я понял, что нужно себе приобретать эту игру, потому что очень хотел давно поиграть. Еще когда я где-то в году 12-13 играл в основном на PS Vita, я присматривался на эту игру, но мое узнание английского было недостаточно, чтобы играть в эту игру. Сейчас я уже понял, как играть в игры с английским языком. Обычно я это делаю с переводчиком или как-то сам перевожу, но обычно с переводчиком. Все-таки решил взять эту себе игру в коллекцию, потому что очень классная сам в себе игра. Но проходить, скорее всего, я не буду на Nintendo Switch эту игру. Там нет никакого внутреннего арта, друзья, если вы подумаете, что я вам показал. Там нет никакого внутреннего арта, к сожалению. Проходить я эту серию собираюсь на PSP, либо на PS Vita, потому что на версии PSP есть пиратский перевод, где можно будет играть. Потому что в основной серии вообще нет русского языка, есть только пиратский. Я бы, скорее всего, играть на PSP, пиратский перевод. А вот этот картридж взялся в коллекцию, если захочу поиграть именно на Nintendo Switch. Поэтому классный картридж в коллекцию. Приобрел я его в магазине Omega Game еще в январе, в конце января. Стоил он по нашим сегодняшним меркам очень дешево даже. Сейчас, я думаю, этот картридж будет стоить тысячи на четыре точно больше. Давайте с вами посмотрим, покажу все-таки, что там ничего внутреннего, никакого арта нет. Ну, вот такой вот картридж региона европейского. Кстати, у этой игры очень классная коллекционка, но я не стал брать коллекционку этой игры, потому что не являюсь каким-то фанатом серии, потому что я в нее даже еще не играл. Но взял себе картридж в коллекцию, чему очень рад. Обязательно поиграю сначала на PSP. А потом, может, пересяду на PSV и поиграю, потому что вот эта четвертая часть эксклюзивная есть только вот в этом сборнике в честь юбилея. А мы с вами переходим дальше. Следующая игра достаточно спорная, потому что многие скажут, ну и зачем тебе эта личная игра в коллекцию? Ну, сейчас я вам расскажу. Это игра New Pokemon Snap. Что нужно делать в этой игре? Это не классические JRPG покемоны, где нужно их ловить, где нужно сражаться на разных аренах, завоевывать разные титулы и так далее. Эта игра все-таки ответвление от серии. Первая часть изначально вышла на Nintendo 64, а это новая часть. В этой игре нужно просто фотографировать покемонов, перемещаться по такой вагонетке, назовем ее так, и по рельсам. Такой рельсовый шутер, где ты только фотографируешь покемонов. Очень классные такие в плане графики игра. Игра полностью на английском языке, то есть русского языка здесь нет, как и в любой части покемонов, к сожалению. Игра многим наскучивает очень быстро, потому что, да, действительно можно пофотографировать покемонов. Выглядит это интересно. Первые минут 20, я думаю. Но потом игра наскучивает, к сожалению. Взял себе в коллекцию только из-за того, что я хочу собрать весь сет по покемонам, и обойти эту игру просто нельзя, потому что интересный, я думаю, экспириенс будет у этой игры. Вот такой вот красивый внутренний арт у игры, действительно такой интересный. Взял себе в коллекцию, как я сказал, только ради того, чтобы пополнить сет покемоном. Вот такая вот игра, я думаю, подарит мне какие-то хотя бы новые эмоции, потому что я лично в такие игры не играл, где нужно просто фотографировать, вот на этом построен геймплей. Будет интересно посмотреть на эту игру, друзья. Если вы играли, обязательно пишите в комментарии. Возможно, вам эта игра очень даже понравилась. А мы с вами переходим дальше. Да, друзья, забыла сказать, где приобретал New Pokemon Snap. Приобретал я его в обычном в МВидео, еще где-то в первых числах февраля. На него была скидочка, и у меня плюс были бонусы, и вышла достаточно интересная цена, чтобы вообще просто пополнить сет по покемонам и узнать вообще, что за игра. Переходим с вами к следующей игре. Вернее, даже к двум играм. Это сборник Subnautica плюс Subnautica Balance Zero. Это Выживач. Мы оказываемся на неизведанной планете, выживаем, как это ни странно, исследуем разные локации, обустраиваем свою подводную базу. Я про эту игру вообще ничего не слышал, знаю, что она вышла достаточно давно, вот первая часть, а вот вторая вышла достаточно недавно. И самое главное, что все две игры на картридже, что сделано очень классно. Но, вроде как, нужно докачивать русский язык в какой-то из частей. Поэтому будьте внимательны, надо будет докачать русский язык отдельно в этой игре. Да, тут полная локализация русской в виде субтитров. Не знаю про озвучку вообще, есть ли в этой игре, но субтитры в этой игре точно есть на русском языке. Там никакого внутреннего арта нету. Давайте мы просто посмотрим с вами на картридж. Вот такой вот картридж европейского региона. Приобретал я его в обычном Nvidia True вроде как где-то, наверное, в начале марта. Вот так вот лежит у меня этот картридж. Сегодня я вам показал достаточно классная игрушка. Многие её хвалят и считают её на самых таких лучших игр в своём жанре. А мы с вами продолжаем. Следующая игра это Big Brain Academy Brain with Brain. На эту игру у меня есть на канале полноценный обзор. Ссылочку я оставлю в описании. Если вам будет интересно, пригодите, смотрите обзор этой игры. У меня эта игра есть в цифре, но мне она так понравилась, что я решил взять себе её и на картридже. Что нужно делать в этой игре? Как здесь написано? Веселитесь и тренируйте мозг, семью и друзьями. В этой игре есть 5 категорий, которые помогают развить свой мозг. И ты пока проходишь, ты сначала понимаешь, что как-то выглядит легко. Но чем дальше и дальше, ты понимаешь, в каких категориях твой мозг слаб. Их можно тренировать. Тут есть таблица битвы онлайн. Тут можно по онлайну с друзьями, локально с друзьями. Тут даже и можно создать своего персонажа, разные костюмчики на него одевать и так далее. В игре есть полная русская локализация, что очень классно сделано. То есть игра за свои деньги, а к тому же эта игра стоит дешевле, чем обычные эксклюзивы от Nintendo. И по скидочке, если игра вам попадётся, то вообще будет классно, прям советую. Но всё-таки красная цена этой игры, я думаю, 1000, 1200, 1500, прям край. Потому что всё-таки контента, я считаю, не так много в этой игре, как хотелось бы. Вот такая вот внутренняя, внутренний арт у этой игры. Достаточно классные разные задания, интересно соревноваться с друзьями, с семьёй. Поэтому обязательно попробуйте, если у вас окажется этот картридж в руках, поиграть в эту игру. Достаточно интересное занятие. Не только нам с вами и в игрушки играть, но и в мозг нужно прокачать. Приобретал я его в NVIDIA, как и в большинство игр сегодняшнего выпуска. Нет, NVIDIA не спонсор сегодняшнего выпуска. Просто рассказываю вам, где приобрёл те или иные картриджи. Классная игрушка с русской локализацией. В коллекции, я думаю, обязана быть. Тренировать мозг всё-таки стоит нас с вами, друзья. А мы с вами переходим дальше. Последняя на сегодня игра, это диско Elysium The Final Cut. И сейчас вас, друзья, ждут офигительные истории. Расскажу немножко, как вообще этот картридж появился у меня в коллекции. Как я знаю, игру анонсировали на Nintendo Switch ещё осенью. Вышла она тоже в цифровом варианте осенью, в конце осени. Я ждал именно физический релиз. Его обещали, что выйдут картриджи. Я очень ждал этот картридж. Для меня это был один из самых главных вообще релизов на физике на Nintendo Switch. Анонсировали на март 22-го года. Я ждал, сделал предзаказы, как, я думаю, многие. Но, к сожалению, по строительствам картриджи в Россию не завозят. И этот картридж от всех предзаказов отменили. Но я, конечно, надеялся, ну пусть это будет последний релиз на картриджи, который завезут в Россию. Мне, к сожалению, не завезли. Так вот получилось, что отменили предзаказы. И я уже был готов покупать у Перекупов, потому что очень хотел себе именно физический релиз этой игры. Очень хотел. Мониторил и Авито, и разные магазины. И спрашивал у продавцов, когда выйдет этот картридж у вас, вот ли вообще в наличии. Мне говорили разные магазины, что... Мы не знаем про сроки, мы будем заказывать и так далее. Я ждал, надеялся, что эта игра появится у меня в коллекции. В итоге пришел этот картридж не с сайта PlayAsia. Как вы знаете, на PlayAsia сейчас нельзя оплачивать его российскими картами. Он принимает сейчас данный момент только криптовалюту. Так и получилось. Со своими товарищами по коллекционированию мы сделали общий заказ. Где вот как раз мне и пришла игра Диск Иллюзиум на картридже. Давайте посмотрим теперь, что там внутри у нас с вами. Внутреннего арта нету, но там кое-что есть дополнительное. А дополнительное написано на картридж. Американского региона у меня картридж. Потому что до момента мы заказывали, были только американки. То есть все именно европейки в тот момент разобрали. Но для меня это не так сильно было важно. Конечно, хочется больше европеек. Но, как говорится, и американки неплохи. Назовем так. Вот такой вот странный плакат. Я так до конца не понял, что это такое. Возможно, если бы я играл в игру, понял, что это обозначает все эти рисунки. Но вот такая вот странная вещица. Плакат, что это? Не знаю, что это такое. Убираем в стороночку. Странная такая вещица из игры. Возможно, когда я поиграю, я пойму. Я запустил эту игру, потестил на Nintendo Switch. Скажу, что вот не хватает ей какой-то производительности в плане FPS. Многие, кстати, смотрели, что встречали какие-то баги, из-за которых приходилось заново начинать игру. Но я надеюсь, это все поправили уже патчами. Посмотрю. Возможно, все нормально будет. Привыкну. Но когда запустил, вот мне лично как-то не хватало именно производительности в плане FPS. Хотелось бы чуточку побольше для этой игры. Конечно, это никакой не экшен, но хотелось бы чуточку хотя бы более стабильный фреймрейт. Вот такая вот классная игра теперь у меня есть в коллекции, чему я очень рад, друзья. А мы с вами переходим к розыгрышу. А разыграем мы сегодня с вами игру Metroid Dread. Эксклюзив Nintendo Switch. Полный русской локализации. Пленочки, новенькие. Силдовенькие. Самое то. Одна из самых лучших игр прошлого года. Номинант на игру года. И в каких-то журналах все-таки эта игра взяла эту номинацию. Одна из самых лучших в Metroid 2 не за последнее время. В эту игру точно стоит поиграть. Я в нее поиграл не так много, как хотелось бы. Но обязательно в нее вернусь и допройду. Потому что эта игра действительно достойна того, чтобы в нее поиграть и оценить. Я думаю, любители Metroid 2 не уже поиграли в эту игру. А те, кто решается, вот сегодня будет у них шанс поучаствовать в розыгрыше и выиграть эту игру. Условия розыгрыша, друзья, таковы. Первое. Это подписаться на канал. Победитель должен быть подписан на канал. Следующее условие. Поставить лайк под этим роликом. Обязательно не забывайте поставить этим роликом лайк. И третье условие. Написать комментарий. Любой комментарий. И желательно что-нибудь такое, что вы участвуете. Что вы заинтересованы в выигрыше. Что-нибудь такое, друзья, напишите. От каждого участника по одному комментарию. Если у вас будет там два или более комментариев, будут они удаляться, чиститься. Поэтому от каждого участника по одному комментарию, друзья. А теперь, друзья, поговорим немножечко о грустном. Как вы знаете, из-за сложившейся ситуации в мире, у меня просто физически не получится отправить картридж за пределы России. Я знаю, что меня смотрит большое количество зрителей не из России, ребят. В этот раз, к сожалению, вам не удастся поучаствовать в розыгрыше. Но я вам обещаю, что в следующем розыгрыше у вас точно будет шанс. У меня есть идеи для следующего розыгрыша. И все, кто находится не в России, а в других странах, и мои зрители тоже смогут поучаствовать и выиграть приз. Поэтому в этот раз, друзья, приз я смогу отправить по территории России. Но вот следующий приз, я уверен, что может получить каждый зритель моего канала. А если вы находитесь на территории России, то вы получите картридж. Я отправлю доставку, оплачу. То есть доставка тоже на мой счет. А если вы находитесь в Санкт-Петербурге, то я даже вам лично буду готов вручить картридж. Ваш приз, друзья. Обязательно поддержите этот ролик лайком, комментарием и подпиской, друзья. Всем удачи, всем добра и пока.